Волга – Великая Русская Река. Если добавить к названию одну букву, то получится уже традиционный масштабный молодежный форум «Иволга-2017». Он организуется правительством Самарской области в соответствии с поручением президента России и под патронатом полномочного представителя президента Российской Федерации в Приволжском федеральном округе Михаила Бабича. Только в этом году форум соберет свыше двух тысяч участников из регионов Приволжского федерального округа, гостей из других округов и даже иностранных гостей из 19 стран мира. Нижегородскую область представит 77 человек в девяти тематических направлениях. Уезжают участники с огромными ожиданиями. Во-первых, новое знакомство. Во-вторых, это какое-то, знаете, повышение скилла. Я также надеюсь на какую-то победу, хотя бы минимальную. Мне впервые езжу на подобный форум. Нравится организация. От форума жду новых впечатлений, новых знакомств, получение новых знаний и какие-то навыки, которые можно в дальнейшем будет потом использовать в жизни. Форум включает в себя несколько направлений. Задача участника – представить свой проект и попытаться выиграть грант на его реализацию. Это прокат велосипедов. Прокат велосипедов, он будет без участия людей. То есть это автоматический прокат велосипедов. То есть люди подходят, прикладывают банковские карточки, и там уже считывается вся информация о человеке, все паспортные данные. И если человек не возвращает, например, велосипед в нужное место, то у него считывается определенная сумма денег. Стоит отметить, что грантовый фонд Иволги на 2017 год – 8 миллионов рублей. Но кроме конвейера проектов, ежедневно проводятся мастер-классы и встречи с почетными гостями. Также организаторы не забыли и о культурно-массовой программе. Скалодромный парк, водно-туристический блок, фестиваль ГТО – и это лишь малая часть того, что ждет участников. Подобные форумы обязательно нужны, потому что это большой шанс для ребят реализовать свои проекты, попробовать себя в каких-то новых, может быть, регалиях даже, защитить свои проекты и найти обязательно в нашем прежнем федеральном округе новые знакомства. Надеемся, что делегация от Нижегородской области вернется не только с новыми друзьями, но и с грантами. Продолжение следует...